Дай почитать. Дай почитать. Понятно, что автор высмеивает и обыгрывает сентиментальные штампы бульварных романов. Он и она встречаются, влюбляются, женятся и, возможно, будут счастливы. Чувства выше любой рутины, и любовная лодка не может разбиться о быт. Герои преодолевают невозможные препятствия, воссоединяются и вроде приходят к хэппи-энду. Но всё это может превратиться в фикцию. Роман о том, что женщины юные и не очень любят не того мужчину, личность проблемную и нарциссическую. Но и мужчина этот попадает в ловушку собственных желаний. В любовном чтиве есть и почти булгаковская встреча со странным господином в парке, и намёки на запретную страсть в стиле набоковской лолиты, и прус с его попыткой понять память. И советская романтика имеется и свой мефистофель, обаятельный и очаровывающий. Получился, к сожалению, затянутый банальный роман. Безусловно, хорош стиль любовного чтива. Басинский – большой мастер. Главный герой потерял память о своём детстве, юности и зрелости. Он помнит мелочи, запахи, детали, звуки. Это помогает сделать сюжет непредсказуемым и запутанным. Басинский с юмором описывает клише любовных романов. Известный 50-летний писатель Иннокентий Иноземцев решает написать любовный роман, но в итоге его сжигает, оставляя своеобразный дневник, который отдаёт прочитать случайному знакомому. И вот мы узнаём из этих записей о прошлом, о потере памяти, о горном перевале, о встречах с Викой, о рецензировании любовных романов. Басинский играет с читателем, оставляя ему право отвечать на важные вопросы современного литературного процесса. Ну что ж, попробуем и мы поиграть в 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!